Хочу порекомендовать канал Лиса. Парень занимается игровыми роликами, посвященными шутер-тематике. К слову, уделяет время и новой Modern Warfare 2019. Разборы оружий, гайды по спецоперациям, краткие обзоры и многое другое ожидает вас на его канале. Ссылка на его канал находится в описании к этому ролику. Здравствуйте, друзья, с вами Спектр, и я продолжаю смотреть на различные кастомки в Call of Duty World at War. Предыдущая зомби-кастомка по названию Левиафан, то есть зомби в Call of Duty World at War под водой, вам очень сильно понравились. Кто не смотрел эту серию, подсказка вверху справа на экране, там находится ссылка на данный ролик. Сегодня у нас будет карта на прохождение, еще раз напомню в Call of Duty World at War, которая будет называться Пила. Да-да-да, та самая. Сразу говорю, смотрел только первую и вторую Пилу, и эти фильмы мне очень понравились. Нужно обязательно потом досмотреть все остальные части. Итак, карта также рассчитана на прохождение в кооперативе, но я сегодня выбираю режим Escape Alone. Посмотрим, смогу ли я сегодня выбраться из ловушки Джона Крамера. Вот уже кукла Билли смотрит на меня, уже не знаю, сколько тут по времени, пока я это интро записываю. В общем, друзья, с вас, как обычно, лайки, спасибо большое за поддержку, и не забывайте подписываться на канал, если вы тут впервые видеоролики выходят ежедневно. Итак, карта Пила, выживание в одного. Отличный перевод, давайте начинать. Итак, лого Activision уже грузится. И, кстати, я хочу сказать, что карта у меня запустилась с огромными трудностями. Пришлось доустанавливать еще два фрагмента, потому что кастомка почему-то не реагировала. Так, давайте смотреть. Я маленько подубавил звук, надеюсь, вам все будет слышно. Итак, карта Пила, внизу слева у нас идет секундомер, здесь уже, понятно, жертвы намечаются. Итак, для начала включаем питание. И вот у нас с вами первая комната. Кстати, хочу отметить один небольшой момент. Здесь почему-то в опциях музыка должна быть выкручена на максимум. Только благодаря этому Джон Крамер сможет с нами связаться. Я не знаю, как это работает, но да ладно. Черт. Это та самая ванная из первой части, судя по всему. Ладно, давайте поговорим с Билли. Я хочу поиграть с вами в игру. В этой зомби-карте. В этой карте вы будете сражаться за свою жизнь и выживать. Как вы видите, по комнате разбросано несколько трупов с прикрепленными ключами. Один из этих ключей снимет с вас ошейник, ну не ошейник, а устройство на вашей голове. Если вы выберете неправильные ключи, то вас поразит электрическим током в несколько тысяч вольт, и вы умрете на месте. Все. В общем, выберите правильный ключ. Смотрите, у нас тут есть раз, два, три, четыре, шесть. Шесть различных ключей. Так. Видимо, подсказка находится здесь у нас, на этом мониторе. Так, она находится на пальце одной жертв. Так, здесь нет, здесь нет. Вот, походу... Не, подожди, давай все посмотрим для начала здесь. А, вот, наверное. Вы выбрали правильный девайс, устройство на вашей голове деактивировано. Отлично, все, мы сняли, наконец-то... Какая-то там, ловушка смерти, маска смерти, она называется. Ладно, пошлите дальше. Так, лазерные лучи, ну тут, в принципе, все понятно. У нас, кстати, еще пять тысяч поинтов имеется. Так, давай тут встаем. Надо аккуратно перепрыгнуть. Но аккуратно это не про меня, конечно же. Так, здесь есть комната, в которую требуется вдонатить сто очков, но я этого делать не буду, наверное. Давайте на самый верх. Так, это у нас переключатели, они, видимо, не работают. Я на всякий случай буду к ним прикасаться, не знаю зачем, но да ладно. Так, что дальше? Либо вниз, либо вот эту дверь надо открыть. Давайте, наверное, дальше пока пройдем. В общем, ааа, черт, я умер. И, как вы понимаете, здесь контрольных точек нету. То есть, все нужно делать очень аккуратно и очень осторожно. Кстати, как видите, каждый раз, перезапуская карту, на мониторе тоже меняется расположение правильных ключей. То есть, теперь нужно в ноге искать у кого-то эти самые ключи. Да, вы выбрали правильное устройство. Снова деактивировано. Давайте попробуем еще раз, да? Здесь, я так понимаю, одно ранение можно получать в определенном промежутке. О, нормально. Красиво распрыгался. Не зря спидраню, как говорится, Call of Duty. Так, снова добираемся до сюда. Джон Крамер там пока общается с нами. Давай сюда. Так, и ложимся. Ой, наконец-то. Нормально. Так. Поздравляю. Вы готовы приступить ко второму тесту. Второй тест испытает вашу реакцию и рефлексы. Ну что, 100 очков стоит следующая комната. Поехали. Так, ага. Ага. А, смотри. У нас тут Джаггер Фанта, значит, находится. Стоит она 350. По-моему, это попахивает... Нет, 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 нет. Это точно попахивает каким-то бредом. Потому что Джаггер Фанта не может стоить 350. Это было бы слишком легко. Так. Приступаем к следующему тесту. Поехали. Ух, ё. Поторопись. У тебя есть таймер. Если ты не успеешь, то... ГГУП, как говорится. В общем, смотри. Давай заново. Тут нужно было сразу стартовать. Пресефт to start your next test. А, оно не работает у меня. Всё. Ладно. Раз уж оно не работает, давайте Джаггер Фанту выпьем. А, понятно. Кажется, у меня модификация вообще сломалась. Так, ладно, друзья. Я вернулся. В общем, сейчас будем всё быстро делать. Поехали. Так, давай сразу сюда. Здесь тоже пол проваливается. Отлично. Дальше сюда. Так, ладно, мы тут проползём аккуратно. Слушай, я надеюсь, мне хватит времени, чтобы пройти это испытание пилы. Потому что 20 секунд, конечно, много, но... А, всё, да. Оно закончилось. Ладно, не поднимаемся. Поехали дальше. Ещё радиопередачик какой-то. Он, наверное, не работает. А хочу сказать то, что мододелы, конечно, сильно постарались передать антураж, атмосферу. Понятное дело, музыки нету. То есть, самый, да. Но она всё-таки под авторским правом. Это которая... Зэп... Зэп... Тема Зэпа, в общем, она, по-моему, называлась. Это самая популярная саундтрека пилы. Так, стартануй тест. 250 очков. Воу. Какой ужас. Кукла Билли. Как я её обожаю. Стоп. А что я должен делать? А-а-а-а! Всё, я понял, я понял, я понял. Нужно, да, спрыгнуть было. Она же меня не убьёт, правильно? Я думаю, здесь нельзя было бы проскочить, потому что там шипы. Несмотря на то, что пьедестал как бы здесь останавливается. Так, и куда мне теперь нужно? А, смотри, она останавливается. Она сама по себе просто взяла и остановилась. Так. Нет, стоп! Охренеть. Может, я не знаю, сюда? Йоу. А-а-а! Я понял, теперь, зачем эти переключатели нужны. Ясно. Ну, у меня просто других вариантов не было. Всё, тогда спрыгиваем, да, получается? О-о-о-о! Найс оглушение. Ладно, поехали дальше. Карта, конечно, и правда не прощает ошибок. Я вам это точно говорю. О, наконец-то! Ёлки-палки! Можно было разместить чуть подальше этот телек. Что дальше, Билли? Ой, то есть Джон Крамер. Он не будет говорить, да, со мной? Ну и фиг с тобой, ладно. Это, видимо, просто сделано для скримера. Так, стартуем следующий тест. Давай. А, снова... Да-да-да-да-да, беги, короче, к выходу, чел, говорят. Ага. У тебя есть несколько секунд, чтобы спастись. Так, что дальше? О-о-о! Я понял, я понял. А, только до сюда надо было добежать? Хорошо, спасибо. Так, теперь паркур. В стиле Call of Duty World at War, как говорится. Эти доски очень узкие. Тут нужно все делать аккуратно. Спешить абсолютно некуда, я думаю. В общем, по поводу карты. Могу сказать смело. Это реально жесткая и сложная штука. Карта просто не прощает ошибок. Серьезно вам говорю. То есть, если захотите попробовать, приготовьтесь к боли. Это еще, не знаю, наверное, даже не половина карты. Я так, меликом, скажем так, посмотрел на нее. Но все целы, чтобы не заспойлерить себе все испытания Джона Крамера. Так, и давай туда. Вроде бы все. Ладно, это испытание было самым легким пока что за все время. Окей, погнали дальше. Что будем делать здесь? Комнаты. Ага, тут у нас МП-40 на стене висит. Давай забираем его. Спасибо. Минус тысячи еще. Так, и подстреляем сюда. Что-то произошло? По-моему, я просто 100 очков потерял. Еще раз. А, 200 надо было потерять, я понял. Так, это разблочило вход. О, доска просто исчезла. Я не знаю, ну давайте что ли пару гранат кинем, потому что... Я не знаю, что там будет. По-моему, там ничего такого нету. Ладно, спрыгиваем. Йоу! Добрый день! Добрый день, сударь, как вас много? Так, тихо. А их там много еще, да? Их там, наверное, очень много народ. Опа! Еще и в последнем шансе валяются. В общем, это зомби, вооруженные оружием. Обалдеть. Но мы можем их, кстати, по сюжету приписать к... Не знаю, подопытным что ли? У которых задание просто убить главного героя. Убить либо Адама, либо Гордона. За кого я вообще тут играю, такой вопрос. Ладно. Опять же, куча лабиринтов. И в конце каждого лабиринта есть такой переключатель. Ладно, мы их пока трогать не будем. Я только что что-то купил. Или что-то открыл. Ё-моё! Добрый день. А для чего это было сделано? Это путь наружу такой, да? Кто там есть? Здравствуйте. Надеюсь, это не ловушка, потому что одна рандомная ловушка, и мне придется все заново начинать. И... Ага, это выход. До свидания. Слушай, это было близко на самом деле. Окей. Ладно, выбираемся дальше, посмотрим, что у нас там еще будет. Так. Ясно, еще подопытные, как говорится. Здесь, надеюсь, шипы никакие не выскочат на меня неожиданно. Да, нормально, на этом тест заканчивается временно. Еще соточку тратим. Поздравляю. Вы все еще живы. Многие люди неблагодарны за такое слово, как жизнь. За то, что им дают жизнь. Но не теперь, но не сейчас. В общем, да, реплики из оригинальной пилы, как говорится. В общем, там было написано, встаньте на стол. Ну, не на стол, а... Какую? На каталку, чтобы, типа, продолжить. Так, и что теперь? Здравствуйте, привет всем. Мои родные, мои дорогие подписчики. Так. Купить оружие 950. Да ну нафиг. Я не знаю, что здесь надо делать. Давайте купим Томпсон, я не знаю. Кстати, Джаггерфанта. Которая стоит 2500. В общем, теперь у нас начинается зомби-выживание все-таки. Они, походу, только оттуда будут идти на меня. Я не уверен, но... Это просто предположение обычное. В общем, смотри. Перед тем, как идти дальше, видимо, нам дают несколько оружий, судя по всему. Чисто для прикола, знаешь. И Томми Ган. Автомат Томпсона, чтобы я просто повоевал здесь маленько. А что там дальше по коридору? А, комната требует 2000 поинтов. В общем, я предлагаю, знаете, как сделать? Здесь можно двух зайцев одним ударом, одним выстрелом убить. Смотри, типа, можно накопить 2500 на Джаггерфанту. И при этом можно 2000 накопить на дверь. Давай купим Джаггера. Пара-ра-ра-ра-пара-м. Та-ра-да-дам. До свидания. Главное, чтобы меня не зажали вот сейчас таким образом. И... готово. Еще... Блин, мне бы еще патронов, конечно, купить. Ладно, неважно, все, народ валим отсюда. У меня нет столько времени. 2000 покупаем. Так. Ладно, не буду я их пока добивать. Что дальше? Продержитесь две минуты, чтобы спастись отсюда. Вы что, издеваетесь надо мной? Это что еще? Ни хрена себе! А ты кто? А, я понял! Это, походу, и есть Джон Крамер, финальный босс игры. А что он будет делать? Офигеть. Он метает меня эти... Как их? Я не знаю, что он метает. Подожди, я думать ни о чем сейчас не могу. Мне сложно. Приближаются собаки внизу, слева на экране написано. Ну так давайте, идите сюда. Где они там бегают? Надо, кстати, гранату одну взорвать. Надо побольше этих... Ползунов, наверное, сделать, я думаю. А Жаггер Фанта-то здесь, кстати, хорошо спасает народ. Собака. Собака минус. Но это еще не все. Они продолжают спавниться наверху. Ё-моё! Что происходит? Джон Крамер! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! Капец. Ему стоило один раз поймать меня в эту ловушку. Ну вы видели, да? И все, то есть ты сразу умираешь. Теперь весь левел опять заново проходить. Блин. Я по нему вроде попадаю, но это слабо заметно на самом-то деле. Интересно, он жахать огнем своих вообще может или как? Можно было, кстати, еще дополнительные перки здесь купить, я думаю. У меня, кстати, зомби перестали появляться. Может, я определенное количество уничтожил, пока фармил поинты? Или это просто баг какой-то, я не знаю. Крамер, ты не хочешь умереть маленько? У меня тут как бы уже сложнее и сложнее становится выживать. Итак, 26 секунд до спасения. Не хотел бы я с ним встретиться еще раз, как говорится. Поэтому я бы хотел, чтобы эта попытка увенчалась для меня успехом. Так, 15 секунд. Камера проверяет на то, может ли игрок водить хороводы в зомби Call of Duty. Потому что если он с этим справляется слабовато, то ни о каком спасении речи нету. Итак, 3, 2, 1. Время вышло. О, и наконец-то сдвигается финальная платформа, судя по всему. Только это. Я не могу так просто выйти отсюда, потому что за мной бегает эта дурацкая кукла. Я ее уничтожу. Там оставалось буквально пара выстрелов по нему. Давайте добьем остатки, которые тут бегают за мной. Вас, вас и вас. Все, и сваливаем отсюда нафиг. Фух. Ну что я могу сказать? Это было интересно. Мне карта очень сильно понравилась. Жалко, по-моему, продолжения у нее нету. И... И что? А, за руль. Все. Это долгожданное спасение. Ох. Я надеюсь, я справился. Вы выжили. Вы спаслись из заточения пилы. 44 убийства, 9300 поинтов. Ни одного хэдшота не было оформлено за все это время. Ну что ж, друзья. Вот как-то так. Осталось только погасить музыку. Потому что она там играет в меню. Она лицензионная, как я говорил. Ну что ж. Я надеюсь, что вам понравилась данная кастомка. Если что, напишите об этом в комментариях. Ну что ж. На этом все. Если вам понравился данный ролик, не забудьте поставить ему лайк. И, конечно же, подписаться на канал, если вы тут впервые. Видеоролики выходят ежедневно. С вами все это время был Спектр. Играть только в хорошие игры. Играть только с хорошими модами. Всем желаю удачного дня. И всем пока.